Добрый день, друзья! Когда мой ролик про хитрую бестию Бетти набрал полмиллиона просмотров и 20 тысяч лайков, я решил записать этот ролик со своей благодарностью к моим зрителям, подписчикам и немного рассказать о себе, о Бетти, о нашей жизни и о вас, мои дорогие друзья. О себе. Я врач. У меня 35 лет стажа. Последние десятилетия я занимаюсь восстановлением, то, что принято называть реабилитацией. И, как правило, ко мне обращаются люди с очень тяжелыми проблемами, которые называются параличи, после травм или заболеваний центральной нервной системы. Но бывают, забредают ко мне и профессиональные спортсмены для того, чтобы избавиться от той или иной хронической болячки. К спорту я отношения имел только в детстве и юности. Я занимался вольной борьбой. И как-то случилось, что на Росспартаке по юниорам я был вторым. Это уровень кандидата в мастера спорта Советского Союза. Не бог весь что. Тем не менее, представление о спорте имею. Имею представление о том, как учитывается год рождения я при проведении соревнований. За это можете не беспокоиться, мои дорогие друзья. К плаванию меня приобщил отец в раннем детстве. Так случилось, что последние годы мне приходится заниматься и своим здоровьем. И я регулярно хожу в бассейн. В том числе, последние три месяца я занимаюсь с тренером по плаванию. И должен вам сказать, что это два совершенно разных занятия. Можно заниматься самостоятельно. Тем более, имея тот клинический и физкультурный опыт, который есть у меня, например. Можно заниматься под руководством тренера. И это будет совершенно-совершенно другое. Поэтому, если я предлагаю вам начать заниматься физкультурой, спортом, восстановлением своего здоровья, конечно же, необходимо прибегнуть к помощи профессионального инструктора. Если такой возможности нет, опирайтесь на YouTube. Но будьте крайне внимательны. Слишком много шарлатанов. Бетти – это реальный персонаж. И знаете, что меня в ней поразило? Улыбка. У нее очень ясные умные глаза и очень добрая улыбка. И именно вот этот импульс доброты я и хотел бы донести до вас, мои дорогие друзья. Именно на этот импульс вы и откликнулись, когда поставили 20 тысяч лайков под этим видео. И то, что она не пыталась кого-то удивить, это однозначно. Человек пришел в плавание довольно зрелым уже, 65 лет. И ее стаж занятий, как вы можете догадаться, примерно такой же, как мой врачебный стаж. Я думаю, что она довольно опытный боец. И на этих соревнованиях она просто плыла в своем стиле, в своем темпе. Поэтому не надо волноваться за Бетти и думать, что она утонет у бортика. Если она не сделала этого за предыдущие 35 лет, будем предполагать, что и на соревнованиях этого бы не случилось. Помимо Бетти есть и другие долгожители в спорте. И если мы говорим о спорте высших достижений, о спортсменах, которые в юные, молодые годы занимались спортом, то среди них долгожителей не так уж и много. И в основном они происходят из тех, кто в молодые годы занимался стрельбой. То есть среди тех людей, которые не подвергали себя слишком большим перенапряжением ям в течение длительного времени. Что же касается тех людей, которые радуют нас сегодня, занимаясь тем или иным спортом на девятом десятке или на десятом десятке своей жизни. Как правило это люди, которые размеренно жили до того, а после 50 или даже после 60 лет уходят на пенсию, начинают заниматься собой и начинают заниматься той или иной физкультурой. И все же для полной ясности я повторю этот тезис, что именно спорт, соревновательный спорт и здоровье не имеют ничего общего. Поэтому, если вы во время оздоровительных занятий испытываете те же перегрузки, что и профессиональный спортсмен, друзья мои, обратите внимание, вы занимаетесь чем-то не тем. Вы занимаетесь чем-то, что не идет к сохранению или приумножению здоровья. Я поделюсь с вами самыми общими соображениями о том, каким образом можно сохранить, приумножить свое здоровье, прожить долго и самое главное счастливо. Первонаперво надо зарядиться конструктивным оптимизмом, потому что в любой, даже самой тяжелой ситуации, есть возможности для развития себя, есть возможности для активной жизни. Если вы все же не видите никакого способа выбраться из текущей ситуации, обратитесь к профессионалам. И возможно, что первыми из них будут специалисты по физическому и психическому здоровью. Бетти реальный персонаж, есть и другие. И те, кто посмотрел ролик и пишут комментарии, они рассказывают, в том числе и о тех, кто живет в нашей стране и достигает высоких результатов, находясь довольно в почтенном возрасте. Дорогие друзья, я очень рад, что вы комментируете, что вы откликаетесь на мою работу. И очень рад тому, что большая часть людей поняли это видео именно так, как я и хотел. Вдохновились результатами оптимистичной Бетти и сами хотят заниматься. И именно такой отклик я хотел увидеть, именно на это я и рассчитывал. Что касается моего канала. Я открыл его более 12 лет назад. На канале очень много, тысяча видеороликов. В том числе есть лекции по восстановлению, по реабилитации. Каждую из которых я готовил и записывал несколько дней. И не торопитесь ругать меня за плохой звук или картинку. По большей части все это делалось на коленках, совершенно в любительских условиях. Напоминаю, что я не видеограф, не профессиональный оператор и не монтажер. Я всего лишь навсего врач на пенсии, который занимается восстановлением. Тем не менее, всегда рад видеть вас на своем канале. Заходите, смотрите, комментируйте, задавайте вопросы. А затем занимайтесь своим здоровьем, здоровьем своих близких. Пусть вам сопутствует удача в этом начинании. Продолжение следует...